Какую часть фронта вы держите? Где вы находитесь? Наше расположение находится в городе Безыменном. Мы держим фронт от Широкина до Заечника. Протяженность порядка 30 километров. Мы постоянно выходим и мониторим ситуацию. То есть в последнее время вам пришлось покинуть Широкина? Да, в последнее время мы ушли из Широкина. Не буду говорить, плохо или хорошо, есть приказ, мы его покинули. По крайней мере, у нас хотя бы более-менее прекратились потери среди личного состава. Мы вышли из Широкина, а они из Широкина не ушли. Они также ходят, именно их разведгруппы ходят, также мониторят ситуацию, смотрят. Но это именно отдельные люди. С военной точки зрения, ну как? Там именно важны высоты, на которых стоит батальон Азов, получается. Важна именно сама вот эта высота. Почему? С этой высоты видно даже село Виноградное, где стоит у них блокпост. Вот. Если туда мы зайдем, то теоретически им нет смысла находиться. Им придется откатываться именно под сам Мариуполь, то есть на микрорайон Восточный. Но учитывая то, что на данный момент они на этой высоте стоят, сейчас в выигрышном положении они. Причем, потому что они видят дорогу вплоть до Безыменного. И из пионерлагеря Маяк они видят всю прибрежную полосу. Поэтому на данный момент они в выигрышном положении. Какие войска в основном противостоят в этом районе? Ну, нам противостоит батальон Азов, Днепр, Донбасс. Также батальон имени шейха Мансура. Ну, и также наемники. Ну, американцы, хорваты, грузины там. Восьмая рота правого сектора. Это вот вместе с батальоном имени шейха Мансура. Они вот вместе. Они заходят, так говорится, по-тихому. Но при выходе, вот допустим, стоит батальон Азов. Перед тем, как выйти, они начинают обстреливать методично наши позиции. Они вышли, зашел Днепр. Ну, все их там, они либо стреляют, либо нет. Но также, опять, когда Днепр уезжает, там меняют их, допустим, батальон Азов, они также начинают методично обстреливать наши позиции. Какой активностью вы сейчас замечаете со стороны ВСУ? Идет ли укрепление позиций? Да. В Широкино? Ну, в самом Широкино они, в принципе, и так неплохо укрепились. Но вот учитывая то, что мы вышли, они сейчас ходят там и по этому селу, ну, как всегда думают. То есть они уходить оттуда точно не собираются и терять эту высоту. Украинский штаб заявлял, что они занимаются разминированием Широкино. Так ли это? Ну, разминированием, я не знаю. Вот что они там разминировают. Я не могу ничего сказать, но мы когда выходили, мы там особо как бы не минировали. Точно ничего не... Да, перед самыми нашими позициями, естественно, мы минировали, конечно, это понятное дело. А именно то, что там они говорят, вот, ну, мы не минировали, нам смысла нет. Со стороны ВОЗ ДНР там сейчас нет ни одного человека. Мы полностью оттуда вышли. Ну, вот, судя по последним заявлениям, там должна быть именно трехсторонняя комиссия, представители ВСУ, представители России и представители ДНР, войны и полиции ДНР. Как это будет осуществляться на практике, сказать не могу. Ну, вот, ну, наших людей в Широпино нет ни одного человека. Хороших именно ребят, пока стояли в Широпино, трехсотыми либо двухсотыми. Вот, конечно, жалко, и эмоции людей тоже можно понять. Мы стояли все-таки полгода, и тут приказ отойти. Вот, как говорится, поэтому ребятам действительно можно понять чисто по-человечески. Теряли людей, но была надежда. Сейчас как бы вместе с этим отходом сдачи позиций Широкино мы понимаем, что как бы от того, что мы вышли из Широпино, война не проиграна, она не закончилась. Ну, это как бы моральный дух у некоторых бойцов, он надломленный, скажем так. Вот. Поэтому, ну, как-то так вот у нас происходит. Что за куш out? cuidspace, я не знаю, как солнце гора на нас есть? Продолжение следует...